Хлеба и зрелищ США. Калифорния. 12 мая 2018 года. Чемпион по смешанным единоборствам Тим Кеннеди просит друзей допросить его в жесткой форме. Спортсмену задают провокационные вопросы, а лицо заливают водой. Все происходящее под громкий смех снимают на видео. Я не буду отвечать на этот вопрос. Тогда нам нужно больше воды. Позже в своем микроблоге мужчина написал, что ничего страшного в этом нет. Таким образом, Кеннеди выразил солидарность новой главе ЦРУ Дженни Хаспелл, на которую ополчились правозащитники. Ее обвиняют в пытках заключенных на прошлой работе. В секретной американской тюрьме Таиланда. Но когда жуткие истязания превратились в забаву, набирающую тысячу лайков в интернете? И почему сегодня люди становятся все более черствыми и готовыми на любое безумие, лишь бы испытать хоть какие-то чувства? Сегодня в программе. Адреналиновый дилер. Зачем нам продают острые ощущения? Пульсоморайл у каждого слайд. На полном газу. Чего боятся бесстрашные мотофристайлеры? Начинаешь уже аккуратничать намного больше. Отдых с риском для жизни. Как туристы-экстремалы попадают в плен? Я видел, как людей, заключенных избивают. Игра в войнушку. Когда заскучавшие олигархи развяжут Третью мировую. Сильный мир и сего мало чем отличается, на самом деле, от обычных людей с точки зрения эмоций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никарагуа. Леон. Эти кадры сняты на вершине действующего вулкана Сера-Негра. Отсюда сорвиголовы скатываются вниз на специальной доске. Высота склона почти километров. Вулкан-эборд не просто кусок фанеры. Он разработан таким образом, чтобы разгоняться до 90 километров в час. Это позволяет двигаться быстрее лавы, которая в любой момент может выплеснуться из горящего жерла. Рынок экстремальных развлечений растет от года в год, так как он становится более популярным среди тех, кто, в принципе, готов тратить такие большие деньги на получение острых ощущений. При этом этот рынок является нелегальным, потому что многие вещи, которые практикуются в таких развлечениях, они просто противозаконны. США. Сиквим. Воздух взмывает легкомоторный самолет. На борту двое. Пилот и турист, который заказал обзорную экскурсию. Но не из уютной кабины, а стоя прямо на крыле. Взгляните. Смельчак поднимается на крышу. Однако это не все. Как только он закрепит себя тросами, авиасудно начнет проваливаться в бочку и крутить в штопор. Человеку-то ведь и хочется попробовать, потому что он этого не чувствует. Поэтому он идет на это. Все, что угодно, может быть, и резать себя будет, и что-нибудь себе отрезать, чтобы получить эти чувства и так далее. Или, может быть, вокруг всех будет тиранить. Сам начнет всех крошить и ломать, или заставлять с собой прыгать и так далее. Фиджи, Бека. Здесь, в водах Тихого океана, можно поплавать с настоящими акулами. Погружение проходит в обычном гидрокостюме. То есть без какой-либо защиты. Дайвинг контролирует опытный инструктор. Он в мелочах знает все повадки смертоносных рыб и при любой опасности отзывает группу на лодку. Главное – держаться рядом и не волноваться. Ведь если хищник почувствует страх, то сразу же нападет. Когда ты просто смотришь в глаза своему страху, ты на самом деле чувствуешь свою силу. И ты приобретаешь эту силу. В том числе есть очень знаменитый психотерапевт Виктор Франкл, который рекомендовал своим коллегам, и сам до конца жизни он постоянно находил для себя новые вершины. Покоряя их, он понимал, что он сильнее, чем свой страх. То есть это ощущение своей силы. Подобных развлечений сотни. Зацеперы ездят на крышах поездов. Руферы гуляют по краю высоток. Роуп-джамперы прыгают на веревках с мостов. Но объединяет их одно. В погоне за впечатлениями такие люди теряют связь с реальностью и превращаются в настоящих адреналиновых наркоманов. Человек, допустим, испытывает состояние этого кайфа от экстрима. И рядом окружающие, близкие это видят и понимают, что это уже не норма. Тогда нужно брать за руку, где-то, может быть, даже в каком-то контексте насильственно, но с моментом того, что я с тобой рядом, я тебе помогу, я тебя поддерживаю. В 2009 году австралийский психолог Эрик Браймер из Квинслендского университета пришел к выводу. Экстремалов можно условно поделить на две группы. Одним присуще опасное безрассудство, тогда как другие выбирают управляемый риск. Иными словами, они боятся и используют страх во благо себе. Встреча с ним лицом к лицу помогает человеку преодолеть психологические барьеры, развить спокойствие, концентрацию и прочее. Есть какие-то трюки, которые ты уже делаешь 5 лет довольно легко и вообще даже не думаешь, их делаешь. Есть трюки, которые ты вроде умеешь, но они довольно сложные. На данный момент я вот сейчас, когда сальто выучил, идет некая новая ступень, ты начинаешь учить все те же самые трюки, только уже в сальто. И вот здесь уже есть определенные мысли в голове. Не докрутишь как-то, закрутишь плохо, нога зацепится. И поэтому начинаешь уже аккуратничать намного больше. Павел Антонов уже 10 лет занимается мотофристайлом. Этот вид спорта сочетает в себе прыжки на байке с элементами акробатики. Мужчина многократный призер соревнований. Однако перед каждым выступлением в его жилах стынет кровь. Ведь на пути к профессиональному признанию он несколько разбился и в полной мере осознает, что на карту поставлена жизнь. Это вот пояс на поясницу, он, собственно, удерживает и внутренние органы, вот, стряски, да, чтобы их там не перетрясло внутри. Я катаюсь в ортопедическом, потому что у нас у всех в целом, кто этим занимается, проблемы со спиной, потому что высота большая, удары большие. Товарищ Павло Роман Карымов во время соревнования по мотокроссу сломал ключицу. Теперь в его теле на всю жизнь зашита титановая пластина с несколькими болтами. Во время соревнований, то есть я подумал, что слишком много могу и слишком сильно что-то сделал. Поэтому вот так получилось. Сейчас на ваших глазах спортсмены будут оттачивать технику выполнения прыжков. Для этого им нужна направляющая траншея, трамплин, байк и амуниция. Только в кино все красиво, безупречно, а здесь у нас жизнь. Здесь у нас изолента, и все мы делаем, как позволяет бюджет и возможности. Так что... Маска надета, руки на руле. Осталось лишь пнуть пусковой рычаг и оставить за собой облако пыли. Перед тем, как перейти к прыжкам, спортсмены проделывают несколько упражнений. Например, балансируют на заднем колесе мотоцикла, но не для того, чтобы эпатировать. Подобный прием учит чувствовать байк и безупречно держать равновесие. Теперь главное – сами прыжки. Они бывают разной сложности. Сначала фристайлеры просто взмывают в воздух. Затем начинают отрываться от байка, раскидывая ноги в разные стороны. Высший пилотаж, когда держась за руль, они встают вверх ногами. Еще бывают боковые прыжки, когда байк словно кладут на ребро прямо в воздухе, а потом возвращают его в изначальную позицию. Мотофристайлеры говорят, спортом нужно заниматься только под надзором опытных наставников. Но доморощенные адреналинщики, насмотревшись роликов в интернете, их не слушают. Именно поэтому отношение к экстриму в обществе сегодня спорное. Однако Антонов уверен, со временем, когда откроется больше профильных школ, все изменится. «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Сегодня эта поговорка обретает новый смысл. У иностранцев появилась новая экстремальная забава. Путешествие от Москвы до Владивостока в Плацкарте. На тематическом форуме в интернете западные экстремалы делятся советами, как выжить в суровых российских поездах дальнего следования. В современном мире есть десятки видов экзотического туризма. «Космический» поднимает желающих в стратосферу, доставит на МКС или вообще выпустит в открытый космос. «Виртуальный» позволит при помощи тактильного костюма, датчиков и подвижной платформы почувствовать себя на краю света, даже не выезжая за границу. «Темный» проведет по концлагерям, полям сражений, местам техногенных катастроф и стихийных бедствий. Всюду, где массово гибли люди. «Многие люди, благодаря мощному развитию соцсетей, а также, что там греха таить, мощной пропаганде, которая существует в этих соцсетях, значит, они хотят сложить свое собственное мнение на эти достаточно объемные события. Эти говорят одно, эти говорят другое. А вот съезжу я, своими глазами гляну, своими ушами послушаю». Но самый опасный – военный туризм. Так называются путешествия в зоны боевых действий. Афганистан, Мьянму, Пакистан, сектор Газа и Ливию. Любители пощекотать себе нервишки отдают огромные деньги, чтобы прогуляться под градом разрывающихся снарядов. Смотрите далее. Настоящий боевик. Как российскому путешественнику удалось выжить в заложниках? «Я три года провел в Алеппо». Пистолет в кармане. Чем развлекаются простые американцы? «Вся стрелковая индустрия направлена для того, чтобы у граждан было больше оружия». По стопам и кара. Каким станет десант будущего? «Отлично, мы поймали одного. Ждем второго». «Сирия». Октябрь 2013 года. Фотограф Константин Журавлев едет автостопом через страну. На границе его останавливает человек в форме и просит пройти с ним. Через некоторое время обнаружится, что на самом деле это боевик группировки Лива-Ат-Таухид. Тогда путешественник осознает, что попал в плен. Там ребята уже объяснили все толком, кто где чего. Я понял, что меня арестуют, потому что свободная армия воюет против президента. Арсия, как оказалось, для меня во всем случае тогда поддерживает президента. И я три года провел в Алеппо, либо в провинции Алеппо, собственно говоря, в эпицентре боевых действий. Боевики отобрали у Журавлева ноутбук, телефон, фотоаппарат, паспорт и заперли в тюрьме. В одной камере с сирийскими военнопленными. Несколько раз надзиратели приставляли к его голове заряженный пистолет. Но мужчина старался верить в лучшее. Оказавшись вот в таких, условно говоря, трудных, тяжелых обстоятельствах, где царствует насилие и все вот эти вот самые низшие, скажем так, человеческие чувства, состояния, даже вот в этих условиях можно увидеть вполне нормальное отношение к себе. Хотя я видел, как людей, заключенных, избивают иногда даже до полсмерти. Следующие 1096 дней стали настоящим испытанием. Журавлева перевозили из тюрьмы в тюрьму, передавали от одной банды в другую. Чтобы не сойти с ума, он в четырех стенах ежедневно занимался спортом. После долгих уговоров заложнику разрешили читать книги, в основном на арабском. Для этого сначала надо было освоить язык. Константин попросил у местных букварь и стал его изучать. Позже, чтобы разнообразить рутину, мужчина добился разрешения убирать чужие камеры. Порой он играл в футбол, а изредка даже звонил родителям. Если ты даже немножко боишься, не нужно показывать страх, потому что в таких жестоких условиях человек, как правило, в первую очередь зверь. Зверь очень ясно, очень четко реагирует на страх. Он начинает атаковать. Там я это также видел, поэтому не нужно бояться. И нужно доверять всему тому, что происходит. Доверять неким высшим силам, Богу, кто во что верит. И нужно принимать ситуацию. Только благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям российских спецслужб и Министерства иностранных дел, Журавлёва удалось вызволить из заточения. Деталей он не знает. Но за время пребывания в плену с головы мужчины не упал ни один волосок. Всё это время наши силовики и дипломаты бились за освобождение горе-путешественника. 15 октября 2016 года он вернулся домой. На вопрос, что заставило его отправиться в столь опасное приключение, в съёмочной группе программы «Тайный Чапман» Константин ответил неоднозначно. Я не скажу в таком плане, что меня прям привлекала вот эта вот горячая точка, как некий эпицентр насилия, смерти. Я не служил в армии, я работал на космос у себя в Томске. И, соответственно, я хотел пройти через некую опасность, то есть немножко соприкоснуться с войной, чтобы закалить себя, чтобы почувствовать, что это такое. Психологи убеждены, для того, чтобы дать встряску организму и высвободить накопившуюся энергию, совсем не обязательно подвергать опасности себя, своих родных и близких. Необходимо лишь время от времени выпускать пар. Но делать это безопасным способом. На штат Кентукки обрушился свинцовый шторм. Дважды в год в США проходит фестиваль вольных стрелков. Здесь можно от души попалить из шестистволки гатлинга, артиллерийских установок и даже из танка. США. Кентукки. Апрель 2018 года. На полигон Нопкрик съезжаются десятки тысяч вооруженных до зубов людей. Всего за три дня они превратят живописные окрестности в настоящее пепелище. Среди участников шоу любители пострелять, коллекционеры армейского железа и ветераны элитных спецподразделений. Очень много приезжает туда людей, не только Соединенных Штатов Америки, но и всего мира. В связи с тем, что данное мероприятие является коммерческим и собирает большое количество всех желающих, там проводятся дополнительные выставки. Индустрия стрелкового оружия далее проводятся состязания стрелков. Но более всего оно имеет все-таки развлекательный характер. Револьверами, дробовиками и штурмовыми винтовками в Нопкрик никого не удивить. А вот мини-ганом с электроприводом вполне. За 10 секунд такой монстр в состоянии высадить пулеметную ленту на тысячу патронов. На стрельбище встречаются и легкие артиллерийские орудия. Например, антикварные полевые пушки 1877 года, которые до сих пор на ходу. Наши офицеры применяли подобные в русско-японской войне для уничтожения солдат и конницы-неприятеля. В качестве мишеней в Нопкрик используют всякий хлам со свалок. В пороховом тумане можно рассмотреть отслужившие стиральные машинки, холодильники и телевизоры. На полигон периодически выносят канистры с бензином и газовые баллоны, которые красочно взрываются под звон отстрелянных гильз. Но в основном мишени здесь крупногабаритные. Это полуразрушенные катера, проржавевшие автомобили и прочий транспорт. За моей спиной все, что осталось от автобуса. Он больше не ездит, потому что в него всадили порядка миллиона пуль. Это то, на что способен пулемет. Над территорией фестиваля летает многоцелевой вертолет «Хьюи». Он оснащен турелью с пулеметом калибра 7,62 мм, из которого желающие могут попалить по целям с воздуха. Взгляните, этот экземпляр прошел Вьетнамскую войну. «Хьюи» — это вертолет, который разработан в 50-х годах. Он применялся, в первую очередь, для поддержки и доставки аэромобильных сил Соединенных Штатов Америки. Их было выпущено около 10 тысяч. Соответственно, данный вертолет активно применяется до сих пор. Был реализован и продан в ряд стран НАТО. И до сих пор является базовым вертолетом Соединенных Штатов Америки. Ночью вновь крик начинается настоящее огненное безумие. Стрелки занимают позиции у стендов под специальным навесом и открывают огонь трассирующими снарядами. Такие боеприпасы оставляют за собой яркий шлейф. Происходящее напоминает космическую баталию из нашумевшей киносаги «Звездные войны». Если брать тактику применения стрелкового оружия, в частности, трассирующие пули различных калибров и опыта проведения локального конфликта, как правило, применяется для обозначения, соответственно, поражения точки противника, определенных конкретных целей. Далее командир подразделения или группы таким образом обозначает приоритетные цели для поражения. То, что оружие используют для развлечения, давно стало привычным. Но бывает и наоборот. Развлечения становятся источником вдохновения оружиями. Бэтмен существует. И даже не один, а целый отряд. В США военные испытывают парашютные системы нового поколения. Их позаимствовали у спортсменов, усовершенствовали и собираются применять в диверсионных операциях. Так выглядит показательная тренировка отряда американских десантников «Золотые рыцари». Взгляните. Бойцы по очереди выпрыгивают из самолета, а спустя несколько мгновений выстраиваются в единое звено, чтобы приземлиться в стан вероятного противника. В четко указанное место. Погрешность составляет всего пару сантиметров. Сделать это можно только при помощи специальной экипировки «Винг-сьюта». «Винг-сьют» – костюм-крыло, облачившись в который, десантник напоминает белку-летягу. У этого зверька и была позаимствована конструкция необычной парашютной системы. Она держит пилота в воздухе за счет раздувающихся мембран между ногами и руками. У этого костюма есть три крыла. Это два ручных крыла и одно ножное крыло. Оно выполнено по аналогии крыла самолета. Вот у него есть внутренние нервюры, верхняя и нижняя оболочка. То есть обтекаемый воздух создает подъемную силу. Небольшую, но достаточно для того, чтобы парашютист мог довольно долго лететь. Управлять «Винг-сьютом» может только человек с идеальной координацией движений. Чтобы развернуться в воздухе, необходимо накренить корпус в сторону. Для набора высоты – поднять голову вверх, а для увеличения скорости – наоборот вниз. Для того, чтобы летать в данном костюме, у парашютиста-спортсмена должен быть опыт не менее 200 прыжков с самолета с парашютом. Ну, соответственно, со свободным падением. Только после этого он становится новичком «Винг-сьют». Швейцария, Альпы. 29 ноября 2017 года. Французские экстремалы Фредерик Вуген и Винсен Рафет взбираются на гору «Юнгфрау». Они намерены впервые в истории запрыгнуть с «Винг-сьютом» в движущийся объект. Оторвавшись от земли, мужчины нагоняют самолет с открытым люком. Его размеры едва превышают габариты пилотов. Их скорость уже достигает 140 км в час. Попасть в проем практически нереально. Но все же возможно. Отлично, мы поймали одного. Ждем второго. Максимальная скорость, которую развивает «Винг-сьют», только вдумайтесь, 350 км в час. Что сравнимо с лучшими болидами «Формулы-1». В отличие от прыжков с обычным парашютом, здесь боец не просто опускается вниз, а планирует подобно птице. Таким образом можно преодолеть расстояние до 30 км от точки сброса. А это гарантирует почти стопроцентную скрытность. Ведь авиасудно, с которого десантируется солдат, остается вне зоны видимости даже самых современных радаров. В отличие от спортивной версии, модификацию для военных комплектуют специальным кислородным шлемом. С его помощью солдаты дышат на сверхбольшой высоте. Также боевой вариант позволяет нести на себе оружие, медикаменты или оборудование для спецопераций. А это последняя разработка в области «Винг-сьютов». Ее создал голландец Ярна Кордиа. Экстремал оснастил костюм двумя миниатюрными двигателями. Они крепятся к ногам. За счет реактивной тяги после прыжка пилот вообще не теряет высоту, а значит увеличивается время полета и его дальность. У нас есть в России Роман Громов, который решил это повторить. И у него довольно успешно это прошло. То есть он дошел до того, то есть он сделал два движка, каждый из них мощностью 18 килограммов тягой. Сам себе уже даже разработал «Шилвинг-сьют» под это дело. И прыгал у нас с воздушного шара, то есть сделал специальную платформу с этими двигателями включенными. И довольно хорошо пролетел. Сейчас Кордиа создает модификацию, которая позволит взмывать в воздух прямо с земли. Эксперты утверждают, в армии подобное изобретение однозначно будет пользоваться спросом. Оно позволит десантникам не только молниеносно пикировать на вражескую территорию, но и самостоятельно возвращаться на базу в целости и сохранности. Даже без «Шилвинг-сьюта» уже есть такие видео в интернете. Кто-то крепил к рукам и ногам четыре таких движка и смог успешно отрываться от земли и делать какие-то полеты не очень высоко. Получается, война и развлечения сплетены теснее, чем кажется. Ведь помимо «Шилвинг-сьютов», которые армия позаимствовала у экстремалов, в нее перекочевали еще с десяток различных технологий. Более того, недавно в Вооруженных силах Великобритании на полном серьезе заявили, что будут принимать на службу компьютерных игроков. Благодаря своей реакции, тактическому мышлению и навыкам владения джойстиками они станут идеальными операторами роботов и дронов. Однако главное — современные геймеры приучены, пусть и к виртуальному, но насилию. А значит, такое подразделение сможет хладнокровно и без лишних вопросов уничтожить неприятеля. Но почему в современном мире жестокость прививается с детства, а любовь и сострадание отступают на второй план? И как это влияет на общество в целом? По улицам Испании совершенно свободно разгуливает киллер. Власти провинции Альмерия рекламируют свои курорты при помощи убийцы, который когда-то работал на известного наркобарона Пабло Эскобара. Головорез нахваливает городок Карбонерас, его пляжи и изысканную кухню. Колумбия. Богата. 27 ноября 1989 года. В небо над городом поднимается Боинг 727. Лайнер совершает регулярный рейс в Кали. На его борту 110 человек. При наборе высоты в хвосте самолета происходит взрыв, а за ним еще один в топливном баке. Расколовшись пополам, авиасудно падает на землю. Спустя несколько часов выяснится, в живых не осталось никого, а за терактом стоит приближенный Эскобара Джон Веласкес. Джон Хайро Веласкес по кличке Папай бывший руководитель службы безопасности Пабло Эскобара. На счету Медельинского картеля, в котором состоял киллер, 50 тысяч смертей. Лично он застрелил 300 человек. Головорез отсидел в тюрьме 23 года, но в 2014-м был освобожден за, внимание, примерное поведение. По этическим нормам, конечно же, по-человеческим, естественно, должно быть определенное наказание, и он должен его понести. Но все равно, что вернуть тот же самый Освенцум и оправдать всех тех, кто совершал на такие действия, да, на целом поколении, целой эпохой, сейчас вернуться, ну, я, будучи человеком, мне в голове даже не укладывается. Трудно поверить, но человек, который виновен в терроризме, пытках, изнасилованиях, похищениях людей и сбытие наркотиков, сегодня живет в роскоши. В Колумбии Папайя приглашают на корпоративы и званные ужины. Местная молодежь видит в убийце кумира, а туристы фотографируются с ним на память. Веласкис пишет и успешно продает свои книги, а также участвует в местных телешоу и снимается в сериалах. В таких странах, где малообразованные люди, оба, следуют определенным вещам. И, ну, как ни крути, если есть такой неформальный лидер, особенно с задатками такого деспотичного поведения, большое количество людей будет стараться соответствовать, да, ну, чтобы быть, дословно говоря, не быть наказанным. Веласкис известен и за пределами родины. Недавно он стал видеоблогером. На канал Головореза подписано только, вдумайтесь, более полумиллиона пользователей. Я приветствую пользователей всех моих страничек в соцсетях. Любви вам и уважения. В интернете Попай рассказывает о прошлом и сожалеет о содеянном. И еще в своих роликах он выступает против коррумпированного правительства Колумбии, Венесуэлы и осуждает агрессивную политику Дональда Трампа. Правда, умалчивает о том, что его семья беззаботно живет в США, в той самой стране, идеалы которой и позволили жестокому убийце разбогатеть за счет кровавой славы. В Англии легализуют охоту на людей. По мнению аналитиков университета Центрального Ланкашира, уже к 2100 году убийства превратятся в сверхприбыльное реалити-шоу. Жертв по закону жанра будут выбирать толстосумы. Сегодня маленькие комнатные квесты, где для победы необходима лишь внимательность, смекалка и высокая скорость мышления постепенно исчезают. Чтобы удивлять, новаторы индустрии придумывают все более необычные способы погружения человека в мир развлечений. Для этого применяют технологию имитации разных погодных условий, например, ветра и дождя. Также используют запахи и шумовые эффекты в виде действующих на психику мелодий и криков. Последний писк моды эротические приключения в шлемах в виртуальной реальности. На первый план конечно же выходят новые технологии получения удовольствия без применения особых усилий. Япония так вообще на этом на всем завязана всяких формах сакс-игрушек. Они могут спокойно зайти в какой-нибудь центр по получению такого удовольствия, сделать это с резиновой куклой, ну, к примеру, или с тем же роботом. И не прибегая вообще как бы к услугам к женщине легкого поведения, да, и это спокойно воспринимают их домочадцы. То есть она ему там за это все выволочку не устроит. Пустить мороз по коже помогают и актеры. С их помощью создается так называемое иммерсивное шоу. То есть представление с эффектом присутствия. Однако зачастую это оканчивается плачевно. Так недавно в Ростове-на-Дону участнику хоррор-квеста Вадиму-Железняку отрубили палец. У меня была рука в кулаке отжата. Потом он сказал выдвинут пальцы. В следствии чего я выдвинул пальцы, он пару раз промазал и на третий раз получается попал мне прям по пальцу. Я был в шоке. Я сначала не понял. Я думал, он мне просто по нему ударил, ну, руки под себя поджал. Когда раздвинул руки, смотрю, у меня все в крови и нету куска пальца. После инцидента администраторы квеста отправили покалеченного молодого человека в больницу. Чтобы скрыть следы преступления, отрубленную фалангу они оставили себе. Медики сказали, что если бы ее привезли, палец удалось бы сохранить. Организаторам плевать на эти припоны, запреты, то сложно что-то придумать еще. Кроме того, чтобы начать уже целенаправленную борьбу с этим сегментом рынка. Что в принципе возможно, такое может произойти, как со временем, например, казино. Организаторы ужастика свою причастность к происшествию сначала отрицали. Но полицейские вывели их на чистую воду. Оказывается, годом ранее в этом же заведении уже другому ростовчанину сломали ребро. Государство сложно контролировать рынок опасных приключений и развлечений, потому что фактически этот контроль уже на сегодняшний день существует. Есть нормы безопасности, всякого СанПина, нормы оказания услуг, уголовный кодекс, где за оказание услуг повлекшиеся с собой какие-то последствия жизни и здоровью достаточно серьезная санкция. Несмотря ни на что, мир развлечений стремительно эволюционирует. Специалисты предрекают, следующим этапом станут широкомасштабные приключения, в которых смогут одновременно участвовать тысячи людей. Дальневосточный гектар развлечений. Московский бизнесмен получил в рамках государственной программы целый остров в Японском море. Предприниматель планирует открыть там самый большой квест на планете. Совсем скоро любой желающий сможет почувствовать себя настоящим Робинзоном Круза. США, Монтана. Июнь 2017 года. На территории Йеллоустонского национального парка спасатели ищут 53-летнего жителя Иллинойса Джоффа Мёрфи. Некоторое время назад он пропал, пытаясь подняться на одну из местных гор. Спустя два дня после начала поисковой операции тело мужчины найдут. Результаты экспертизы покажут, что он сорвался с высоты 152 метра и разбился насмерть. Чем больше знаешь, умеешь, понимаешь, можешь, больше шансов выжить. Но это тоже очень часто бывает обманчиво, потому что человек может уверовать в какие-то свои сверхспособности, уверовать в свои возможности, которые не проверены опытом. И на самом деле на практике это оказывается стоимостью в 3 копейки, а скажем так, а потренироваться еще шанса может и не быть. Джефф Мёрфи уже четвертый, кто за последние два года скончался, плутая в дебрях заповедника. Он, как и другие жертвы Йеллоустоуна, погиб в необычном походе. Дело в том, что в парке спрятан сундук с сокровищами, который стоит 5 миллионов долларов. В пересчете на рубли это 315 миллионов. Клад в начале 90-х закопал американский олигарх Форест Фэн сразу после того, как ему диагностировали рак. Люди состоятельные, они в этом мире попробовали, наверное, уже все. И разрешенного, и запрещенного. И им сложно самих себя удивить. А все-таки хочется еще получать какие-то эмоции и впечатления от этой жизни. И это единственное, что приходит к ним на помощь такого рода развлечения, опасные, и они повышают градус раз за разом. В 2010 году Фэн выпустил автобиографию под названием «Страсть погони». В книге миллиардер зашифровал девять подсказок, лишь разгадав которые можно отыскать драгоценности. Теперь за ними охотятся тысячи людей. Каждую ночь, каждую ночь я пытаюсь отыскать его. Утром я получил газету, где была заметка про клад. Теперь я ищу разгадки. Мы восемь недель искали сокровища, изучали карты, почти не спали. Это было очень сложно. Авантюристы говорят, что нашли в книге олигарха уже четыре подсказки из девяти. Но на сегодняшний день все еще известно немногое. Клад зарыт в скалистых горах где-то рядом с американским Санта-Фе на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Он точно спрятан не на кладбищах и не в разрушенных зданиях. Сам Форестфен с интересом наблюдает за потугами простых смертных и, несмотря на несчастные случаи, прекращать опасный квест не собирается. В интервью «Нью-Йорк Таймс» в июле 2017 года скандальный американский миллиардер Форестфен заявил, если люди тонут в бассейне, нужно не осушать его, а учить их плавать. Но можно ли в полной мере подготовиться к подобным приключениям? Олег Гегельский офицер запаса спецназа военной разведки. Сегодня он инструктор по выживанию в экстремальных условиях. Его ученики знают, как ходить в рискованной экспедиции и что делать, оказавшись в сложных ситуациях. Вы сплавлялись с рюкзаком, у вас была шикарная кемпинговая палатка, у вас была банка черной икры, банка сырокопченой колбасы, рассчитывали погулять хорошенько, рюкзак унесло, стоите вы на берегу, перепуганный, в одном кармане у вас бурлон туалетной бумаги, в другом намокшая зажигалка. Все, вот это ваш набор выживания. Специально для зрителей программы «Тайный Чапман» Гегельский дал несколько советов по выживанию в лесу. Первый и основной – это взять себя в руки. Второй – экономить любые мелочи. В трудную минуту человеку может пригодиться даже крышка от газировки. Что из нее можно сделать? Значит, при помощи нее можно расплавить, значит, заклеить ботинок. И из нее можно сделать приманку для того, чтобы вытащить рыбку. Вплоть до того, что если правильно ей воспользоваться, там можно, допустим, сделать специальную скобку для стягивания краев рваной и резаной раны. Третий совет – собирать все, что поможет выжить. Подойдет даже, казалось бы, бесполезный мусор. Гвозди, пакеты, кусочки пластика. Как только мы включаем режим сбора, кроме всего, что лежит под ногами, мы начинаем заготавливать еловую ветошь. Значит, выглядит она вот так. Вот, смотрите. Видите? Это мельчайшие, мельчайшие веточки, да, и чем мельче, тем лучше. Такие еловые веточки можно напихать под одежду, чтобы согреться в непогоду. Кроме того, подобный хворост всегда пропитан смолой, а это значит, он хорошо горит в любых условиях. Как и береста, которую тоже необходимо собирать. Теперь складываем костер. Главное – строго определенной формы, напоминающей птичье гнездо. Сделали гнездо. Теперь в это гнездо, в это гнездо укладываем бересту. Значит, бересту, вот укладываем таким образом, желательно ее еще и промять хорошенько, то есть, чтобы она, вот, мятая, она очень-очень хорошо берет искру. Разводим костер, но не при помощи зажигалки, а ножом и особым металлическим стержнем. Его необходимо иметь при себе в каждом походе. Огниво сделано из плава железа и кремния. Обратите внимание, надо высекать искру медленно, отточенным движением. И под прямым углом надо держать. Не вот так, не вот так, не вот так, не вот так, да? А вот, смотри, видишь? Он там хватается уже, видите, да? Следующее движение. Заворачиваем гнездо внутрь, видите, что происходит, да? Да, и это можно перенести в любую точку. Закидываем в костер большие ветки. После натлеющих углях можно, например, приготовить еду. Эти элементарные инструкции известны не каждому, но именно они помогут уже в спокойной обстановке разработать детальный план действий по спасению собственной жизни. Лично мне известен кейс экстремального туризма в Африке за сумму порядка 15 миллионов рублей, куда входили всякие экзотические места, которые, в принципе, даже запрещено посещать, из соображений личной безопасности, потому что оттуда очень часто вертолетами вывозятся трупы, в буквальном смысле этого слова. Но это дикая природа, ядовитая, в принципе, опасная по своему ландшафту. Но люди готовы за это платить, за шанс испытать себя и попробовать выжить даже в таких условиях. Но почему мы сознательно подвергаем себя опасности? В начале 21 века израильские ученые совместно с коллегами из США обнаружили в организме человека неизвестный ген DRD4, который отвечает за потребность испытывать новые ощущения. Оказывается, она заложена в каждом, просто проявляется по-разному. Кто-то адреналин получает от того, что марки с места на место перекладывают, кто-то в горы, допустим, подняться на высоту 4,5 тысячи метров, посмотреть вниз, это уже адреналин. Пройти так называемый путь самураев у каждого слоя. Более того, всю историю нашей цивилизации философы и деятели искусства, религиозные лидеры и политики прививают людям гуманизм. Сегодня в судах регулярно говорят о причинении морального вреда неосторожно сказанным словом. В армии появился термин «нелетальное оружие», а меньшинство давно перестали быть жертвой угнетений. Это как бы две крайности. Собственно, когда одна сторона отодвигается, становится все более рационализированным, рафинированным, то вот это бунтарство, это хочется как-то проявить, вот эта яркость жизни, а при этом есть уголовный кодекс, под который не хочется попасть, да и в принципе никому вреда не хочется принести, но там, мое тело это же мне принадлежит, моя психика тоже мне принадлежит, с ней я могу сделать все, что я хочу. Получается, чем комфортней и безопасней становится жизнь, тем чаще люди испытывают дефицит страха и боли. Эксперты уверяют, именно это и спровоцировало появление экстрима, но если изначально он был уделом богатых, то сегодня доступен каждому, иногда совершенно бесплатно. Восемь часов ада. Ровно столько длится жуткий американский аттракцион, до конца которого не доходил никто. Перед началом каждый участник подписывает отказ от любых претензий к организаторам. США, Калифорния, Сан-Диего, 2018 год. Эти шокирующие кадры сделаны в поместье Маккейми. Оно признано самым страшным в мире домом ужасов. Посетители здесь связывают, заталкивают в клетки со змеями, пауками и крысами, обливают искусственной кровью и всячески пугают. Организаторы уверяют, на каждого участника найдется свое испытание, которое точно сломает его. По рассказам очевидцев, отсюда в слезах выбегают даже бойцы вооруженных сил, прошедшие войну. Те, кого называют очень миролюбивыми, очень часто проявляют агрессию в такой степени, что тем, кто повоевал, она не снилась. И с другой стороны, вот те, кто повоевали, очень часто проявляют агрессию гораздо меньше, потому что у них ее было достаточно. Вход в поместье Маккейми не стоит ничего, кроме нервов. Однако перед началом квеста необходимо предоставить справку о здоровье и подтвердить свой возраст. Сюда допускаются только совершеннолетние. Привыкнуть к ужасам поместья и попытаться пройти его заново не получится. Каждый год создатели полностью меняют тематику, актеров и разбросанные по дому ловушки. они принимают риски, вреда и здоровью во всех смыслах этого слова. Как физическое, так и психологическое. Конечно же, психика тоже здесь может пострадать. И они, кстати, может быть, за этим туда и идут. То есть, не для того, чтобы психика пострадала, а для того, чтобы она изменилась. Для того, чтобы она испытала на себе новые переживания, новую опасность. Несмотря на подобное сумасшествие, с каждым годом очередь в кошмарный дом только растет. она уже достигла 26 тысяч человек. Но как и когда такие вещи стали нормой? Наш мир достаточно очень плотно устроен сейчас, он арбонистический моментов. Тогда, когда человек мог бы расслабиться спокойно, естественно, становится все меньше. Это подтягивает, заставляет искать более, наверное, острые формы справления, да, со своим внутренним невротическим состоянием, желанием выйти из него. И чем больше, ну так, общество закручивает гайки, да, условности, стрессы и так далее, тем же, ну, потребность более ярком в выходе из этого состояния становится выше. В психологии существует термин «окно-овертона». Это техника манипуляции массовым сознанием. Ее реализуют при помощи постепенного внедрения в общество извращенных идей, подобно микродозам яда. Таким образом, люди не замечают существенных изменений до тех пор, пока мир вокруг не трансформируется до неузнаваемости. И вещи, которые казались когда-то дикими и неприемлемыми, плотно войдут в социум. Так развивается центральная нервная система, связь с внешним миром, да, концептивная система. Просто теперь она введена в научный ранг, может, даже политический, да, чтобы управлять определенным пространством. То есть, если общество будет думать так, как не нужно, естественно, то проще будет ему доказывать, точнее, говорить о своих мыслях и двигать его в этом направлении. Однако страшно другое. Зависимые от острых ощущений и камикадзе присутствуют во всех сферах человеческой деятельности. Торги на финансовых рынках это стресс и, соответственно, адреналин. А значит, большинство экономических кризисов могли быть спровоцированы биржевыми брокерами только для того, чтобы их душа на мгновение ушла в пятки. Подобные относятся и к ученым, способным ради мимолетного эмоционального всплеска распространить по планете какой-то смертельный вирус. Все всегда исследуют новые виды вооружений и хочется применить то, что ты делал несколько десятков лет и это очень такая взрывоопасная ситуация. Конечно же, сильный мир и всего мало чем отличается, на самом деле, от обычных людей с точки зрения эмоций. Особенно те, например, правители, которые много лет находятся у руля или те правители, у которых авторитарный стиль правления в стране. Недавно министр торговли США Уилл Буррос во всеуслышание заявил, что ракетный удар по Сирии который американцы нанесли 7 апреля 2017 года для Трампа не более чем развлечения после ужина. Эксперты опасаются, если президент США не пересмотрит свой досуг, мир окажется на пороге глобальной катастрофы. Эксперты выдвигают еще одну версию. Нас специально перегружают эмоциями, чтобы выработать к ним привыкание. Тогда станет значительно проще управлять миром, где живут одни прожженные циники, которых не волнует ни беды ближних, ни судьба человечества. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин